Здравствуйте! Это Оля из Пиларис Онлайн Академии. Сегодня среда и это день для нового урока. Сегодня я хотела бы поговорить о мышце диафрагмы таза. Очень часто многие даже не знают, что такое мышца диафрагмы таза, где они и как их вообще задействовать. Если вы забеременели, то вы наверняка узнаете, что такое мышца диафрагмы таза, очень скоро, потому что вам будет постоянно говорить, что вам нужно укреплять мышцы диафрагмы таза. Упражнения, которые я вам покажу, очень простые и очень эффективные. Вы можете делать это до тех пор, пока вам удобно лежать на спине. И для всех остальных, не беременных, вам все равно полезно делать эти упражнения. Почему? Потому что если вы хотите красивую осанку, если вы хотите сидеть прямо долго, если вы хотите стоять красиво, и чтобы у вас ничего не болело, чтобы никогда у вас спина не заболела, для этого нужно укреплять мышцы диафрагмы таза. Поэтому давайте переоденемся и увидимся на мате. Окей, ляжем на мат. То есть 5 упражнений, очень простых, но очень эффективных для мышц диафрагмы таза. Первое упражнение поднять и вытянуть. Плечи подальше от ушей, нейтральная позиция спины. Живот всегда напряжен, всегда плоский, даже когда вдыхаем. Так, вдох, поднимаем ногу до 90 градусов, когда выдыхаем, вытягиваем ногу. Если вы можете, выверните ногу как балерина. Если у вас нет проблем в суставе, можете так сделать. Вдох, коленка сгибаем, выдох, обратно на пол. Вдох, выдох, вдох, выдох. То есть вы должны обязательно знать, что такое зона Т. Если вы не знаете, что такое зона Т, нужно вам обязательно посетить Pilaris Online Academy.com и посмотреть секрет зоны Т, да, потому что это очень важно. Вкратце, зона Т, это когда вы активируете, задействуете мышцы диафрагмы таза. Задействует мышцы диафрагмы таза. Нужно представить, что вы идете в туалет по маленькому и перестаете делать это дело. И тогда вот эти мышцы как раз вот задействованы, да. Значит, тогда вот эти вот мышцы задействованы. И после этого стянуть нижнюю часть живота. Как бы опустить ее ближе к полу. Вдох, выдох. Следующее упражнение – скольжение ногой. В этот раз мы добавим еще руки. Вытяните руки к потолку. Когда вдыхаем, значит, одна нога скользит. И выпрямляется нога. И в то же время руки идут за голову. То есть над головой. И потом выдыхаем, руки обратно в центр. И опять вдох, скользим. И выдох обратно. Когда руки идут за голову, вы должны активировать, задействовать мышцы спины. И мышцы вот под подмышками как раз тоже. Они очень важны, чтобы у вас была красивая осанка. И живот всегда плоский. Если вы сильные, то можете скользить двумя ногами сразу. Давайте попробуйте. Вдох. И когда выдыхаем, скользим обратно. Самое главное, чтобы здесь позиция поясницы всегда была нейтральная. Если вы не можете держать эту позицию нейтральную, тогда перейдите опять скольжение от рук от двойной ногой. Хорошо. Следующее упражнение. Два варианта. Более сложный вариант, когда ноги в столешнице, то есть бедер 90 градусов от коленок, либо ноги и ступни на полу. Сначала покажу более сложное. Когда вдох, вы открываете коленки, как бы обе коленки. И когда выдыхаете, вы закрываете их. То есть обязательно зона Т должна работать. То есть если вы положите два пальца внутри бедренных косточек, то там мышцы должны чувствовать, что они не напряжены. И опять вдох. Когда вы раскрываете коленки, средний палец должен быть всегда в том же положении, как коленка. То есть не уводите ноги в эту сторону, или коленки на борт раздвигаете. То есть нужно обязательно на таком же расстоянии, как вот коленка двигается, на таком же скорости двигается средний палец. Так. Еще разок. То есть если у вас сложно, то вы поставите ноги на пол и будете делать то же самое, только на полу. То есть если вы беременны, ноги должны быть обязательно на полу. И то. Так, следующее упражнение. Одна нога остается в центре, и другая нога опускается. Опять же, обязательно, чтобы вот скорость коленки должна будет равняться скорости вот среднего пальца, да. То есть обязательно нужно вести в таком же темпе. Если это слишком сложно или если вы беременны, поставьте ноги на пол. Делайте то же самое, только на полу. Все равно вот это ваша зона Т, мышцы диафрагмы таза работают очень хорошо здесь. И опять же, это не растяжка, да, то есть вы не опускаете колено к полу там, не бросаете его. Именно нужно контролировать это движение, да. Контролировать, чувствуете, почувствуйте, чтобы вот здесь мышцы обязательно работали. Хорошо. И пятое упражнение, это круги ногой. Одна нога остается в центре, другая нога вверх. Поверните ее как балерина. Опять, если можете, вдох, когда выдыхаете, опускаете ногу, и когда вдыхаете, круг чертите и поднимаете ногу вверх. И опять. Выдох, вниз, вдох, вверх. То есть не обязательно делать такие большие круги, делайте поменьше. Самое главное, чтобы нога, которая вот здесь в центре, она вот так бы оставалась бы в центре, да, не шевелилась. И вот у вас тоже вот таз должен быть всегда в нейтральной позиции, да. Последний раз. Выдох, и вдох. Так, теперь поменяем ноги. Ногу выпрямляем. И опять же, если можете, выверните ногу на балерина. Вдох, Т-зона, когда выдыхаете, ногу ведем книз, и вдох обратно. И опять. Выдох, вниз, вдох, обратно. И если вам неудобно, вы всегда можете согнуть немного ногу, но проверьте, вообще вот, очень часто многие, вот я вижу, что вот коленки согнуты, потом я подхожу, выпрямляю, они вообще могут выпрямить, а вообще-то ногу. То есть обязательно, если вы можете выпрямить ногу, то нога должна быть прямая. Выдох вниз, вдох наверх. И опять. Выдох вниз, вдох наверх. Последний раз. Выдох вниз, и вдох наверх. Молодцы. И большие круги, вот как бы на пояснице там круг, да, вот опять же, чертите этот круг, который у вас на пояснице, на мате. Вот и все. Вы можете делать это каждый день, если вы хотите. Простые, довольно-таки упражнения, очень эффективные для мышц диафрагмы таза. Если вам понравилось это видео, поделитесь со своими друзьями и подпишитесь на наш канал и на нашу рассылку. Занимайтесь и увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok